На канале РБК очередной выпуск программы «Недвижимость без границ». Сегодня провести мне ее помогут директор компании «Вербокапитал» Вадим Ильченко и издатель бизнес-журнала «Статус» Александр Яхомов. А поговорим мы сегодня о том, как девелоперские проекты меняют облик города и какую инвестиционную доходность застройщик сети квартала «Инские холмы» предлагает своим покупателям. Александр, как вы считаете, всегда ли девелоперские проекты качественно и позитивно влияют на образ города? Новосибирск из-за своего стремительного развития много в свое время не успел. Но это открыло окно возможностей для новых шансов для девелоперов. Теперь они имеют возможность не проектировать свои проекты и вписывать их не в существующие архитектурные формы и стили, а формировать новые кварталы, городские сики и центры протяжения для гаража. Но, к сожалению, некоторые девелоперы не используют эти шансы и встраивают свои проекты, совершенно не рассматривая, как они интегрируются в существующую городскую среду. Вадим Николаевич, а вот проектируя свои объекты, у вас этот вопрос стоит в приоритете? Формирование среды и как это повлияет на развитие? Я пришел в девелопмент уже довольно зрелым человеком и до этого занимался разнообразной деятельностью, от работы в банке до международной торговли. Много где был, видел и когда решил попробовать свои силы в девелопменте, хотелось уже сделать так, как я где-то видел и хотелось подражать каким-то лучшим образцам. Поэтому, безусловно, когда мы начали проектировать Инские холмы, мы уже понимали, что нужно строить не просто какой-то объект строительный, а формировать среду, это очень важно, сформировать непрерывный город, так называемый город, в котором было бы комфортно передвигаться пешком, без автомобиля. И вот эти все современные тенденции мы попытались и заложить в проект. По этическим нормам журналисты почему-то не должен высказывать свои предвзятое мнение по обсуждаемому вопросу. Но, коль я был таким ярым скептиком в отношении Инских холмов на стадии их закладки, вы уж извините, Вадим Николаевич. Таких скептиков было много, надо сказать. Поэтому я себе позволю такое оценочное осуждение. Мне вот кажется, что пример Инских холмов, это как может и должен застройщик подходить к своим проектам. Как вы, Александр? Да, я соглашусь с вами. И у меня здесь вопрос к Вадиму. Безусловно, до появления Инских холмов в Новосибирске не было речного силуэта. А теперь он существует. Скажите, когда вы проектировали Инские холмы, вы сразу же видели эту боль города? Я вначале еще так не рассуждал глубоко о том, что бывает еще и речной фасад. Мне было достаточно того, что нужно решить, что делать с фасадом конкретного здания. Но на самом деле наши архитекторы об этом подумали. И, знаете, нам, наверное, даже повезло. Мы часто ругаемся на то, что вот есть ограничения какие-то для строительства. В данном случае мы строим в зоне, где так называемая зона регулирования строительства, где нам приходится наше решение волей-неволей согласовывать и с Инспекцией по охране культурного наследия, и с музеем города Новосибирска и так далее. Это вызвано то, что в этой локации все-таки было несколько вот этих зданий. Ну, это вообще место уникальное для Новосибирска, ведь это отсюда пошел развиваться город как таковой. То есть до этого город был на левом берегу, и даже не город, а деревня Кривощокова, так называемая Новосибирская, можно сказать, корни. И только когда пришли мостостроители, город переместился на правый берег. А именно в месте, где Инские холмы сейчас строятся, был первый поселок мостостроителей. Поэтому можно сказать, что именно отсюда пошел город. Символично. Да, очень символично. Исторический факт, это было не знал. Я как раз вот в силу вышесказанного был, изучил подробно это место. И общаясь со всеми этими инстанциями, так сказать, выполняя их требования, изучая исторические справки какие-то, мы пришли к пониманию того, что это место действительно, которое формирует речной фасад города. Мы сегодня поговорим об этом позже. То есть Инские холмы, такой проект, который, он развивается, он начинался с одного квартала. Сейчас это уже два квартала фактически в городе, между улицами Шевченко и Сакри-Ванцетти. То есть проект стал уже в два раза больше. И вот во время особенно проектирования мастер-плана на второй квартал, мы уже четко отдавали себе отчет, что это речной фасад города. Мы соотносили уже с высотами новых опор моста, которые вот появляются. Понимали, что это задает новый масштаб, вообще место, и новый масштаб вообще всего Новосибирска, надо сказать. Потому что это вот история о том, когда деревья были большими, вроде ты маленький, и вокруг все большое. Или ты подрастаешь, или появляется по соседству какой-то объект, и восприятие масштаба меняется. Так и здесь, вот с появлением вот этих вот опор в центре Новосибирска, я думаю, что восприятие масштаба города, оно тоже изменится. И нам захочется тоже как-то соответствовать. Тема интересная, о которой можно бесконечно говорить. Да, речной фасад города сейчас мы вот начнем формировать заново. Вы изначально видели его таким, этот проект, или получилось даже немножко лучше? Статью, когда пишете какую-то журналистку или редакционную, у вас с первого раза получается написать так, как видеть. Лучшие статьи получаются только так. Ну, тогда скажу так, что мы с самого начала увидели мостик. Вот с самого начала мы поняли, что чтобы этот анклав городской оживить и вписать в городскую среду. У меня вот поразила одна такая деталь, приятно поразила. Вот когда ваш мост пешеходный, ну, в общем-то, такое скромное сооружение. Ну да, по инженерным меркам не самая сложная конструкция. С отделкой вот этой башенки. Павильончика. Павильончика, да, который служит спуском к набережной. Как этот мост связал вот это пространство, Инские холмы и набережную в единый ансамбль? По-моему, мост – это душа этого места. Когда принесли впервые вот коллеги, кто у нас занимается, этот участок, да, я на него посмотрел и провели мозговой штурм. И прежде чем принять решение о покупке его, мы сформулировали так. Если мэрия даст разрешение на то, чтобы мы соединили, значит, мостом через Большевичку этот участок с набережной, мы берем и будем развивать дальше эту локацию. А если, значит, будут сложности, то нет. Мы сходили, проконсультировались, нам сказали, что отличная идея, давайте ее реализуем. Поэтому мостик, да, мостик – это душа, безусловно, этого проекта. Людьми, которые когда-то проектировали в Новосибирск, эта идея была заложена. Если вы там посмотрите, там есть большая лестница с набережной, утыкающаяся в Большевичку и на этом обрывающаяся. Потом был запроектирован бульвар в створе улицы Маковского примерно, вот, до метро Октябрьская, то есть, вот, это было заложено гемпланистами в свое время, там, 60-70-е годы. Потом эти благородные идеи положили под сутно, и вот, фактически, мы сделали только вот часть этого плана, реализовали уже вот со строительством Мельских колонок. Поздравлю город с почином, да, и надеюсь, это превратится в большой законченный архитектурный ансамбль, который украсит Новосибирск. Потому что мы сейчас говорили о речном фасаде города, но для меня это место является еще и автомобильными воротами в центр города. И всех, кто едет со стороны Алтая, производят впечатление именно так, что с речного вокзала есть ощущение, что ты въехал в город. И, конечно же, теперь при наличии Инских холмов, как целого сити-квартала, да, впечатление, как вы и правильно сказали, масштаба будет совершенно другим. Владимир Николаевич, а чем наполнено пространство Инских холмов? Какой статус и назначение в Тащедине? Пространство Инских холмов, вообще-то, по генплану, это общественно-деловая зона. Собственно, мы и стараемся ее и создать там. Там большое количество офисной недвижимости, большое количество помещений для ритейла, для кафе, для магазинов. Значит, очень много апартаментов, которые для временного проживания, для постоянного проживания. Поэтому это деловая среда для современных молодых людей. Мы пропускаем проект как бы через себя. Я сам предприниматель, сам понимаю, что нужно таким, как я, людям, какая среда, что бы они хотели, как они хотели отдыхать, погулять, пообедать, провести время. Вот эти вот практические свои нужды мы пытаемся там реализовать, построив для таких людей, в общем-то, как я сам, как мои сотрудники, которые там креативные, интересные, они, глаза горят, они хотят быть в центре событий. Какие дальнейшие перспективы развития данной локации? Надо сказать, что мы находимся пока даже, наверное, не в первой половине развития этой локации. Мы только построили пока два здания, а всего там планируется комплекс из восьми зданий, то есть еще шесть зданий нам надо построить в этой локации. В этом году мы приняли решение продлить проект еще на один квартал, от улицы Маковского до улицы Шевченко. Должен сообщить и порадовать людей, кто болеет, следить за нами, что мне удалось договориться еще с одним инвестором, с еще с девелопером, а вот дневные усилия для развития этого квартала. Многие знают, что мы давно плодотворно сотрудничаем в группе компаний СМСС. И вот Анатолий Павлов, он принял решение принять участие в продолжении развития этой площадки. И я ему очень благодарен за это. Я ему предлагал принять участие и в первой части, но он отказался тогда, не поверил, как и вы, в развитие этой идеи. Ну а сейчас, значит, он уже не был так и скептичен и принял предложение. Поэтому развитие идет. Значит, для развития этой площадки нам тоже пришлось решить очень много нестандартных задач, потому что здесь мы впрямую соприкасаемся с историческим пластером, который делает город в районе конторы инженера Будагова. И нам предстоит вписать новую современную застройку, общественно-деловую, вот в городскую среду, как бы срастить вот эту историческую часть, которая называется, и современную. Мы представили уже и защитили проекты на общественном совете при инспекции по охране культурного наследия и с музеем города Новосибирска, значит, активно взаимодействуем при разработке вот этого проекта. Здесь вот макет представлен, вы можете уже оценить вот эти вот здания, вот эта контора инженера Будагова, здесь восстановленное здание купца Сурикова. Вот это то, что планируем сейчас мы начать строить. Здесь создается прямо такой стык, не просто фигуральное слово, а эти проекты прям сращиваются друг к другу. Мы делаем специальную наблюдательную площадку для того, чтобы можно было подняться и оценить экспозицию. Высоты птичьего полета. Были проведены исследования по уровню, по углам карнизов, по тому, как с высоты человеческого роста воспринимается это здание. Создается такой современный фонд для восприятия исторической застройки. Большая очень была проделана работа. Она была по достоинству оценена профессиональным сообществом. Мы представляли и на городсовете, на президиуме этот проект в прошлом году. Дело осталось за малым. Сейчас там снесена была уже ветхая постройка. Я думаю, что в следующем году мы начнем там тоже строиться. Я уверен, у вас все получится. К тому же в Новосибирске уже есть примеры успешных реализованных проектов. Это тот же Гастробаб Коробок. Да, это замечательный проект. Здание Красное, 22. Я уверен, что это украсит Новосибирск и придаст ему такого стильного шарма. Ведь это правда становится уже стильностью Новосибирска. Вписание историчности в современные мотивы. Валерий Михайлович, а вот вторая часть этого комплекса, она сохранит свое архитектурное решение? Знаете, хороший проект, он должен, мне кажется, все равно жить, быть живым. И там вполне возможны, наверное, какие-то перемены, изменения. Поэтому концептуально, безусловно, это будет продолжение проекта. Но в архитектуре какие-то стилевые решения вполне могут быть скорректированы или как-то осовременены. Потому что уже с начала проекта, уже прошло 5 лет, как мы только впервые обратили внимание на эту локацию. То есть время меняется, люди меняются, и архитектура должна меняться. У вас есть такая формировка, как сети-квартал. Вы какой-то смысл определенный в это заложили? Безусловно, мы высоко урбанизированную, плотную застройку создаем. Слово «сити» обозначает как раз и общественно-деловой характер этой застройки, и то, что это городской центр. Мы пытаемся, во всяком случае, в своих мечтах именно так к этому месту относились. Поэтому название, такое не случайное, мы с ним попытались передать основную идею проекта. Что это не спальный район, что это не чисто офисный район, а это именно сети-квартал. То есть это как бы жизнь, бизнес и идеи. Это слоган нашего проекта. И это для людей, для которых жизнь и бизнес неразделимы. Реализация проекта не только изменит облик, но, возможно, и всю логистическую архитектуру Новосибирска. Александр, как, на ваш взгляд, есть сегодня запрос в обществе на такие локации? И может ли сети-кварталы «Винские холмы» стать точкой притяжения для бизнеса, для делового сообщества? И, возможно, даже не только Новосибирска? Конечно, есть и, конечно, станет. В Новосибирске, тем более, дефицит таких мест, как мы уже сегодня говорили, о том, что у города много возможностей, там, где было много пустоты. И, конечно же, «Инские холмы» — это уникальный проект для города, для инвесторов в том числе. Но и в том числе будет, наверное, очень важным, какая вокруг будет инфраструктура нового сети-квартала. Инфраструктуру мы стараемся создать, конечно, уже современную. Во-первых, это непрерывная среда. У нас не будет таких вот в квартале мест, которые не подверглись кропотливому анализу, благоустройству, какой-то обработке, воздействию человеческих рук. Безусловно, это новые дорожки, это новые, так сказать, освещения, это лавочки, это озеленение, это малые архитектурные формы, которые мы собираемся сделать тоже очень интересными и в чем-то, может быть, провокационными даже. Ну, город должен быть интересным. То есть, должно быть интересно по нему ходить, фотографироваться, возникнут какие-то инстаграм-точки, как сейчас можно говорить, да. Поэтому это гранитные лестницы, это парапеты. Поскольку пространство открытое, доступное, я… Открытое вы имеете в виду, что не перегорожено замечательными заборщиками? Да, я принципиальный противник каких бы то ни было оградок в городе, ограждений и так далее. То есть, там, где это функционально необходимо, где-то несет функцию безопасности, да, это должно быть сделано качественно и хорошо. Но там, где люди просто ходят и, значит, друг от друга их только можно огораживать, это уже вот я противник. Не будет там никаких заборов и будет такая непрерывная среда, в которой людям должно быть интересно. У меня тоже есть вопрос, Вадим, так как сити – это всегда трафик людей, горожан, и вы сделали для горожан очень френдли и сделаете, я так понимаю, свой сити-квартал. Как будете решать вопрос с подустройством, уборкой, охраной этой территории? Важный вопрос для недвижимости вообще один из ключевых, потому что, на мой взгляд, мало что-то хорошее построить, чтобы это сохраняло свою ценность и даже со временем росло. Это очень важно правильно управлять, конечно, этим проектом. У нас опыт, я считаю, уже неплохой накоплен. Мы сразу предупреждаем и в рекламе, и в очной беседе с людьми, кто там покупает апартаменты или офисы, что мы не планируем прям сильно экономить на обслуживании и на содержании этой недвижимости. И это в интересах же самих собственников, потому что очень часто так бывает, что люди покупают вроде неплохой дом, современный, все построили. Потом происходит общее собрание жильцов, люди выбирают тариф 20 рублей за квадратный метр. На эти деньги невозможно качественно обслуживать проект. Дом вешает, стоимость недвижимости падает, люди начинают разъезжаться, все, конец истории. Мы точно не хотим, чтобы наши дома такая очередь постигла, поэтому содержание, уборка, вот вы сейчас уже можете обратить внимание, что газончики, озеленение, все подстрижено. И это будет тоже продолжаться, потому что сейчас при работе с озеленителями, с благоустроителями, там есть определенные правила посадки, да, вот то, что мы сейчас видим, это такая промежуточная версия, будет что-то подсаживаться, сейчас что-то будет подрастать, обрезаться. То есть это такая история, которая только тоже в начале пути, и весь замысел будет понятен через несколько лет. А чем вот сети Кварталовинские холмы может быть еще интересен инвесторам? Помимо ритейла и, скажем, офисного пространства, да, мы, конечно, сейчас, и это, наверное, такой тоже не совсем недооцененный пока факт в нашем сознании, мы фактически создаем новый рынок управляемых вот этих вот коммерческих апартаментов. Это такая уникальная для Новосибирска пока тема, не очень развитая, у нас уже был опыт подобного строительства, и он, в принципе, успешен, поэтому мы продолжаем тиражи. Но пока вот рынка как такового еще не возникло. О чем я говорю? Я говорю о приобретении полностью мебелированных, готовых сдач апартаментов, мебелированных по определенному стандарту, и передаче в управление управляющей компанией, которая берет на себя все полностью уже обязанности по поиску арендаторов, по обслуживанию, даже по уплате налогов за владельца этих апартаментов, и снимая тем самым с инвестора все хлопоты и оставляя ему только прелести владения, так сказать, недвижимостью. Мы видим сейчас четкое расслоение среди покупателей и арендаторов недвижимости на людей, которые хотят владеть недвижимостью, и людей, которые хотят только арендовать недвижимость. И вот здесь вот мы предлагаем такой уникальный продукт, который решает обе задачи. То есть для людей, которые хотят владеть недвижимостью и не обременять себя хлопотами, мы создаем вот этот рынок покупки этих апартаментов, которые в свою очередь решат проблему тех, кто хочет находиться в интересной локации, но не обременять себя недвижимостью, а в случае чего, значит, иметь мобильность, улететь, уехать, вернуться. Вот это самое предложение для инвесторов – легкие, простые инвестиции в недвижимость. Идеальный пассивный доход. Действительно, я знаю, что многие, кто получает пассивный доход, они ищут сегодня доходность, но проценты по депозитам, естественно, не устраивают. Ну и уже понятно, что это даже и не совсем безопасно. Именно что нужно – стабильность, безопасность и с хорошей доходностью. Ну, Александр, как вы считаете, вот это достаточная доходность? То есть сейчас Вадим Николаевич нам расскажет, какую он предлагает доходность. Да, я думаю, доходность вполне себе хороша. Но самое главное у меня здесь – это именно страхование вложения. И для россиян это очень классический, понятный актив, кирпичи, я его так называю. То есть эта квартира всегда будет расти в цене, она всегда будет находиться здесь, с ней ничего не случится. И в любых экономических условиях ее можно обратить в деньги. Вадим Николаевич, ну все-таки мы дождемся цифры. Есть сегодня понимание? Конечно, есть. Мы же анонсируем, продвигаем этот продукт. И более того, уже довольно много продали на этих условиях, привлекли инвесторов. Сегодня мы предлагаем примерно 6,5 годовых арендной, чистой, очищенной от всех расходов доходности. При этом человек не покупает депозит, который у него, как он 100 рублей вначале, так сказать, положил на счет, так и при закрытии договора у него будет 100 рублей. А он приобретает недвижимость, которая, собственно, очень хорошо защищена от инфляции. И сейчас только ленивый не говорит о том, что ах, инфляция, что же делать, пандемию, напечатали столько денег, и долларов, и евро. Недвижимость мы можем уже посмотреть на протяжении даже нашей недолгой, короткой, постсоветской истории, как менялась цена. И мы видим, что если в начале 90-х годов цены недвижимости были в 6 тысяч рублей на квадратный метр, то сейчас это уже за 100, 120, 130, а в некоторых проектах и больше цена тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому недвижимость – это такой классический инструмент защиты от инфляции. А коммерческая недвижимость, в нашем случае, она еще и позволяет получать пассивный доход на уровне сейчас существующих депозитных ставок. Поэтому, мне кажется, предложение очень интересное для инвесторов, и кажется, так не только мне. Многие люди оценили. Но представьте, что вы достаточно обеспеченный человек и хотите вложиться в недвижимость. Какие у вас были раньше возможности? Ну, купить квартир. Значит, купить квартир – это что означает? Это означает купить себе проблем. Проблем, да. У меня товарищ, у него несколько десятков квартир, и он бегает. То есть, раньше вы были профессиональным, условно говоря, там, не знаю, журналистом, или там, врачом, или там, каким-то высокооплачиваемым инженером, купив себе там, десяток или там, пять квартир. Вы перестали быть журналистом и режиссером, а стали рантье. То есть, у вас одни задачи, значит, только уже теперь обслуживать свою недвижимость, смотреть там, кто ее там залил. Но я могу сказать, это действительно сумасшедшее количество времени, занимающее все время у людей. Тем более, что вот 2-3 месяца простояло без арендатора, вся запланированная там доходность слезала. Вот, очень важно. Причем мы-то как раз гарантируем своим инвесторам доходность, вне зависимости от того, живет сейчас кто-то в этой квартире или нет. Мы настолько уверены в своем умении сдавать это все в аренду, что можем себе такое позволить. Но и нужно быть уверенным, и я точно уверен в ликвидности именно этого места. Безусловно, локация очень важная. Вот то, что мы там, комплекс на метро, он современный, он интересный, он имеет хорошие пешеходные связи с ключевыми объектами города. Он имеет хорошую транспортную инфраструктуру. Ну, это только дополнительные все, так сказать, бонусы. Люди туда будут стремиться, и там будет цена всегда повышена. Владимир Николаевич, ну вот вы озвучили 6,5%. Вы это уже сегодня договора заключаете? Или нужно в эфире волшебную фразу «не является офертой»? Нет, фразу можно не произносить такую, потому что вы можете прямо сегодня обратиться в отдел продаж. Вам выдадут комплект документов и объяснят все условия, на которых мы можем взять на себя такие обязательства. Я благодарю наших замечательных спикеров. Будем надеяться, что сити-квартал «Инские холмы» будет реализован именно так, как нам его презентовал Вадим Николаевич. Постараемся. Инвесторы получат надежные высокодоходные инструменты, А наши замечательные застройщики при проектировании своих объектов будут в первую очередь думать о том, как плод их деятельности изменит облик их родного города. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok